Я был советником правительства по вопросам Брексита, и явление Брексита наступило из-за недостатков в Европейском Союзе. У нас же есть очень знаменитый экономист, в частности профессор Проди, но Европейский Союз совершил немало ошибок. Возможно, из-за того, что, скажем, швейцарский парламент спрашивал нас, собираетесь ли вы создавать европейское супергосударство. Но ответ был такой, в очень неблизкой перспективе, потому что мы не можем принять, чтобы у нас был Верховный Суд, допустим, Европы. Ну, а сейчас позвольте мне вернуться к вопросу о Брексит, потому что Брексит – это очень важная тема. Я приехал из страны, которая финансировала вашу страну, например, из моей страны приехали люди, которые, скажем, любят, как я, например, любят Россию больше, чем многие русские. Я обожаю русскую музыку, русскую литературу, культуру вообще и, скажем, новая религия православная. И, скажем, те экономисты, которые сегодня у нас участвуют в форуме, тоже играют очень важную роль. Мы знаем, что экономика – это очень важно. Мы должны сотрудничать, но даже если ты очень богат, ты все равно ешь не больше трех раз в день. Поэтому очень важно не забывать, что мир, пожалуй, мир на планете, пожалуй, важнее экономики. Вы, возможно, помните, что когда-то был институт мира. И, разумеется, защита мира – это тот вопрос, которому должны уделить максимальное внимание. Но мы знаем, что есть большой русский медведь, и не надо его цеплять, не нужно его дергать и толкать. Ну а если вернуться к экономике, то нужно сказать, что процессы странные начались еще при президенте Буша-старшем, когда он сказал, и даже более того, сначала Горбачев в 89-м году, Буш сказал все-таки, что нужно создавать новую Европу, новый мир в Европе. Такую Европу, где мир будет царить везде. И Горбачев, а потом стал говорить об общеевропейском доме. И такой подход был подтвержден и Европейским Союзом, когда была запущена программа добрососедства. Я был профессором в Оксфорде, но не думаю, что Узбекистан – мой ближний сосед. Так вот, тот факт, что если мы будем рассматривать все государства, как членов нашего дома, проживающих под одной крышей, и будем принимать во внимание, в том числе, и интересы Раши, в России, а также таких стран, как Армения, Украина, Грузия, Молдавия. И потом еще президент Путин говорил о другой программе. Так вот, я думаю, что любые историки должны, наверное, осознать и признать, что эти государства все входят в сферу интересов России. Мой старший сын, Питер Франко, мой сын, опубликовал, извините, что я своих детей и родителей вспоминаю, но я очень горда своими детьми. Так вот, мой сын написал книгу про «Прошелковый путь». Я ему дарил в свое время карту географическую, она висела у нее на кровати. Почему? Я спрашивал. Рассказывал ему историю Европы, рассказывал о временах Гитлера, говорил о том, что происходит на Дальнем Востоке, о том, какие религии существуют. Так вот, когда он стал писать, его первая книга называлась «Первые крестовые походы». И рассказывал он о тех путях, которыми древние европейцы пробирались в Китай. И неизбежно нужно говорить о Евразии, как о явлении, которое находится в постоянном развитии. И, скажем, конечно, Великобритания никуда в Америку не переплывет физически. Она после Брекзита может стать новым партнером Евразийского экономического союза. Мы знаем, что то, что говорилось в Брюсселе, Великобритания – это пятая экономика мира. Я не хочу сейчас цитировать кого-нибудь, и в частности Проди, но все эти элементы имеют очень важное значение для экономики. И так вот, я хотел бы остановиться на том, что было сказано последним догладом. Вы помните, что Деголь противился вхождению Великобритании в Европейский союз? Деголь говорил, что они думают по-другому. Я являюсь адвокатом и в Великобритании, и в Швеции. Так вот, закон Швеции похож на закон Португалии или на право российское, а право британское – это что-то совершенно особенное, и полностью отличается от стран, где правосудие основывается на принципах гражданского судопроизводства и гражданского законодательства. Очень много вещей приходилось объяснять каждый раз. Потому что если у людей нет такой необходимой подготовки и образования, сложно понять. Конечно, я написал вот эту вот книгу «Европейские перипетии», и эта книга вышла за месяц до принятия решения о выходе Великобритании из Евросоюза. Мне было грустно от той мысли, что в Евросоюзе укоренились дырные привычки, от которых неплохо было бы отказаться. Гораздо лучше было бы, если бы 5-6 стран, которые основали Евросоюз, могли в большей степени договориться между собой. Когда этот Союз стал слишком большим, он затрещал, как это было с Советским Союзом. И то же самое с Евросоюзом. Когда вы слишком широко шагаете, вы рискуете затронуть интересы стран, которые находятся далеко от вас. Я не знаю, затронул ли Евросоюз интересы в Узбукистане, но тем не менее, если бесконечно расширяться, есть риск того, что эта конструкция рухнет. И Brexit у нас вызвал волну разногласий, привел к тому, что оказались разделены семьи, студенты теперь не знают, что делать. И профессора университетские говорят, а что нам делать, у нас теперь денег нет, Евросоюз нам теперь денег не даст. Все думали, что Евросоюз это очень богатое объединение и будет бесконечно финансировать. Но Евросоюз деньги берет не из воздуха, каждая из государств-членов вносит свой вклад, а потом эти деньги определяются тем или иным образом. Я не экономист, лучше поговорить с профессионалом. Вы знаете, как говорил Аристотель, что я знаю, что ничего не знаю. Так вот, я могу выступать в качестве эксперта по вопросам войны и борьбы с терроризмом, но когда стали рассматривать деньги Евросоюза как свои собственные, то это миллионы. И мы тогда в Брюсселе спросили, ну почему не расскажете нам, как это все функционирует? Возможно, это неприятно, но, наверное, все равно это было бы правильно. Мне кажется, что всегда нужно мышц, чтобы говорить правду. Я эксперт по праву, стараюсь не употреблять политических терминов. Но есть еще одна важная связь. Это христианские корни. Мы должны защитить Европу. И с этой точки зрения мы должны защитить христианские ценности Европы. Я выступал 25 лет в роли советника Папы Римского, Папы Ивана Павла II. И различие между Евразийским Союзом и Евросоюзом очень простая. Европа, если бы она была зоной свободной торговли, то была бы прекрасной. Но на самом деле это крепость такая. То есть построены по периметру крепостные стены, которые не позволяют вступить туда или каким-то иным образом тесно общаться с странами, не входящим в это объединение. Ага, я понял. Мне уже желтую карточку показывают. Тем самым мне говорят, что мое время заканчивается. Поэтому я готова ответить на ваши вопросы.